здравствуйте ребята начинаем сегодняшний вебинар который называется у нас в чем знание эзотерики может вам помочь стрим трансляция 5 января и так как всегда я постараюсь вам рассказывать что-нибудь и все зависит от тех вопросов которые вы задаете ну что давайте начнем валентина папил и пэй чем можно проеднатося до rte нет нельзя потому что заседание рты и они проводятся исключительно по средам и в них могут участвовать исключительно люди которые перейдут на мой сайт дуйко . гуру который указан вот здесь и найдут там кнопочку и rte перейдут туда оплатят взнос хочу еще раз сказать что мы фактически являемся общественной организации мы не являемся сектой какой-либо я не признаю идеи сектанства которые пробуют там нам указывать навязывать и так далее мы все являемся общественной организации она называется институт развития творческой единицы и объединены одной вот какой-то идеи наша идея заключается в том чтобы сделать мир лучше вспомнить о том что существует милосердие о том что все-таки есть смысл и надобность думать о детях а взрослых родителях и так далее то есть мы создали все для того чтобы этот мир не потерял возможность потерять свою душу и разменять ее на сладкий рубль ну ладно не об этом даже фируза добрый день здрасте юлия витушкина всем мира и здравомыслия это точно наталья никифоряк бона сэра привет из италии ваши ученицы запрошим вас в гости наталья ника фарик дякую дуже приемно колы буду в италии два зайду перезадка на пия его основным годом с новым татьяна белорусец добрый вечер всем участкам добрые веровые добрый вечер всем здрасте почему я сейчас читаю почему я отвечаю ведь это никому не интересно дело в том что вы таким образом можете определить это запись или это прямая трансляция стрим так вот сейчас у нас прямая трансляция и поэтому я вот ваши онлайн письма которые вы пишете тут же читаю леся барановская добрый вечер андрей андреевич который раз приступила к пятой ступени и я в отчаянии тоже мы не вижу кольца сознания супер неужели я совсем без сознательно и подскажите как мне его увидеть для того чтобы получить человеку кольцо сознания ему прежде всего необходимо успокоиться это первое для того чтобы успокоиться человек должен знать что существует целый ряд медитации которые вы видимо не проводили которые видимо недостаточно хорошо у вас сработали какая самая основная медитация к чему человек должен стремиться и так самая простая медитация это медитация спокойствия женя там все идет у нас все хорошо все нормально это медитация спокойствия Человек садится, закрывает глаза и пробует не шевелиться. О чем угодно он может думать. Вот то, чем вы думаете, это создается у нас ощущением сознания. Вот эти мысли, которые там появляются, там могут быть картинки. Это все условно в пустоте находится, снизу поднимаются наши чувства. Это называется у нас сознание, а в этом месте осознание. Или наоборот, здесь сознание, здесь осознание. Как там говорится, общее атман и пунья, и тогда монасы пунья и так далее. То есть, когда человек садится в такую медитацию, то на первое место он должен поставить максимальное расслабление. Максимальное расслабление и желание максимально не шевелиться. Итак, вот это расслабление, его не только нужно фиксировать, его нужно зафиксировать и запомнить, как вы себя чувствуете, когда вы в оцепенении и расслаблены. Вот привыкнуть к тому, что именно еще и такое чувство является вашим чувством. Потом на четвертой ступени я там говорю о том, что нужно найти в груди своей состояние тепла. Я об этом рассказываю и говорю, это атманическое состояние. Для чего оно нужно? Атманическое состояние с гармонизатором могут помочь человеку ощутить тепло и радостность. Когда происходит построение гармонизатора и появляется тепло и радостность, то тогда в сознании появляется оболочка. Она же и называется кольцом сознания. И последнее. Есть на первой ступени или на второй ступени, я давал практики, когда необходимо тереть глазки сверху снизу, так тереть, так и так далее. И там сжимает глаза человек, потом открывает, потом закрывает, поднимает их вверх, влево, вправо, вниз, вниз, влево, вправо, вверх. Или с открытыми глазами делает вот такое движение указательным пальцем, как я объясняю, на четвертой и пятой ступени, закрывает. И после этого концентрируется на оболочке, которая возникает, это астральная оболочка. Таким образом он это все формирует. Поэтому, если вы его не видите, очень хороший есть совет, возвращайтесь. Говорю серьезно. Если не видите, вернитесь. Вернитесь и не торопитесь. Эзотерика это не кнопки. Эзотерика это долгий, длительный путь, при этом путь, в котором присутствует философия, присутствуют все идеи. Вы когда-нибудь задумывались, что человек устроен по принципу жертва и жертвенность? Вот смотрите, как все устроено. Вы ходите на работу, получается отдаете часть своей жизни, потом получаете расчет. Вот эти деньги, вы их за что-то платите, то есть по-другому жертвуете. То есть условно можно сказать, что происходит бесконечное жертвоприношение. Жертвоприношение деньгами или жертвоприношение своего времени и так далее. Вот как все устроено. Допустим, человек, у которого есть деньги, он хочет что-либо, хочет, он мечтает и что-то хочет в своей жизни. Если он мечтает и что-то хочет в своей жизни, то чем он пожертвует для того, чтобы это получить? Кто-то заплатит деньги, а если денег нет, то он должен пожертвовать своим временем. И это все формируется в его намерении. Вот допустим, человек может подумать так. Для чего, в общем-то, читают мантры или делают эзотерические практики? Человек говорит, у меня не получается зарабатывать, но у меня есть намерение, хочу, чтобы у меня была там однокомнатная квартира. Ну тогда нужно чем-то жертвовать. А чем же мне жертвовать, если у меня ничего нет? Тогда жертвуй тем, что называется твоя жизнь. Бери мантру, которая принесет материальное благополучие. Говори, посвящаю данную мантру как жертву дальнейшему обретению своей квартиры. Выделяйте время и после этого вот это время посвящайте тому, чтобы проговаривать данную мантру. За счет этого будет у вас происходить вот такая жертвенность. Таким образом, во всем, что с нами происходит, есть оплата. И в этом и заключается знание эзотерики. Как раз вот заключается в том, что в случае, если человек там хочет и ничего для этого не делает, и у него ничего ради этого не происходит, то это, скорее всего, может и не происходить. Поэтому, Леся Барановская, главное, чтобы у вас было желание и идея. Делайте все, как я там рассказываю. Не торопитесь, пробуйте медитировать и все у вас получится. Не переживайте. Нехай Новый Рик принесе нам довгоочекованный мир. Довгоочекованный мир он принесе, но это будет не сразу. Конечно же, мир наступит. Скорее всего, этот мир наступит в этом году. Я думаю, что он наступит, скорее всего, в мае месяце или даже в апреле. Но перед этим будет тяжелое время. И это время как раз, которое сейчас, я его называю временем глины. То есть январь месяц это тяжелое состояние, в ходе которого у всех будут такое ощущение, как будто все вроде получается, но все срывается. Вроде чего-то хочется, но чего не свершается и так далее. Такое вот застой бесконечный. Он будет и моральный, и сознательный. То есть люди, они привыкли всегда делать так, что начинается, допустим, год, и люди отпраздновали Новый год, праздник, счастье и так далее. И после этого начинают работать, и получается, и там у кого-то не получается. Ну, какое-то движение есть. Вот движения не будет. Его не будет. Потому что это такой в этом году один из самых плохих месяцев. Какие будут события в этом году, которые очень не нравятся мне? Будет еще одна война. Второе событие будет землетрясение. Такое достаточно сильное. Кстати, сегодня я общался с теми людьми, которые мне запрещают делать предсказания. И они разрешили мне делать предсказания, но не говорить конкретику. Поэтому, извините, я без конкретики. Далее, русско-украинская война. Русско-украинская война, по моему мнению, сойдет на нет. Это произойдет уже, я так предполагаю, в мае месяце. Это как бы официальное мое предсказание. Я думаю, что уже основной договор какой-то будет подписан в апреле месяце. Опять-таки, это связано с разными элементами. Один из них, это элемент, январь, вот он будет связан с глиной. В февраль будет такое ощущение, как будто вы как рабы, с утра до ночи, как будто тянете, как будто вам необходимо выживать и так далее. Не теряйте в это время никакой уверенности в том, что вы делаете все правильно. Кстати, для тех, кто прошел все-таки мой семинар программирования 24, вот этого периода в феврале, может и не произойти. То есть, вы можете его очень легко пройти. И период будет, в общем-то, такой очень тяжелый для людей, у которых ничего не получается. Будет все сводиться на нет. Такое будет ощущение тупика. Чем бы ни занимались, все будет тупиково. Поэтому обязательно оденьте на руку либо свинцовый браслет, либо железное кольцо на мизинец и так далее. Поэтому такое вот будет. Везде будет ощущение такое, как будто люди ничего не решают, как будто все вокруг не имеет никакого решения. Очень интересные будут события, которые произойдут в марте. Это март месяц, это будет такое всеобщее понимание, всеобщий прям разрыв шаблонов. Будет такое четкое понимание, вот не очень приятное для людей, которые в этом мире находятся. И будут очень интересные открытия такие, которые связаны вот с запуском новых моделей, там электроснабжения, электричества и так далее. В феврале, это получается март-апрель, в апреле уже будут сходить на нет конфликты. Мне понятно, как это будет происходить, но я, к сожалению, не могу сказать. Но, тем не менее, будет происходить множественное появление дружественных и таких хороших отношений, в том числе и во всем мире и так далее. Но, это апрель, а в мае месяце будет максимальное проявление агрессивного настроения. Одна ситуация закончится, вторая более сильная начнется. Это будет так жестко, необычно и так далее. Но, стоит это всем принять, потому что ничего такого, прямо мир не рухнет и плохого, ну, в общем, как-то так. Ну, а после мая будет улучшаться состояние у всех. Уже в апреле и мая будет лучше и психически, и физически, и эмоционально, и с работой. И вновь начнется тот период, который называется отступлением Шани, переход в год императора. И состояние такое, что по чуть-чуть начнет налаживаться, здравый смысл победит, бред отступит. Появится ощущение, что все рождается, что все получается, что приходит там счастье и радость. До конца года мы увидим ряд обвинительных таких процессов и даже, ну, и так далее. В общем, хотелось бы сказать многое, но многое я не скажу. Также хочу сказать, что в этом году, скорее всего, будет землетрясение у нас на территориях, которые связаны с Европой и Украиной. Пострадают люди, скорее всего. Ну, дай бог, чтобы я ошибался. А как там будет из хорошего? Хорошее будет в том, что... В том, что все хорошее. Так что этот год, в общем-то, главное дожить до апреля месяца. А уже начиная с мая месяца все будет хорошо. Здравствуйте, в призмах цветов с белого до черного присутствует и фиолетовый. Ну и что? Что вы сейчас пишите? Магия тачника. Здравствуйте, Андрей Дрич. Расскажите, как действует браслет с символами. Каждый из символов является Эгрегором, который запечатал грубо в себе элемент абсолютно проявленной реализации человека. Условно это выглядит приблизительно так. Вот как художник рисует портрет, только один художник нарисовал портрет лес. И самое главное, что в этом портрете видно, это центральная фигура, допустим, большая ель синего цвета. Большая ель, и у него спрашивают, что обозначает большая ель. Он говорит, это здоровье леса, это счастье людей, это счастье птиц, это здоровье. Потом появляется кубист. Это человек, который извлекает из этого всего один, создает из этого полотна один элемент и рисует вместо всей картины такой голубой большой треугольник на картине на каком-либо фоне. И говорит, это та же самая ель, и как ни странно, что там, что там, у человека создается определенное одно и то же, его зачастую похожее чувство. Так же и происходит вот приблизительно в эзотерике. В эзотерике, которая связана с символами и талисманами, существуют определенные некие такие идеи. Одна из идей заключалась в моем случае тем, что я просматривал людей, которые добиваются очень высоких результатов в жизни. И я складывал для себя некую библиотеку таких символов, которые могли бы каким-то образом объяснить, что объяснить, почему у одних получается, у других не получается. И я начал со временем понимать, что многие символы, они между собой повторяются. То есть у людей, у которых появляется в энергетической структуре ауры или в их ауре проявляются такие символы на уровне сознания или на уровне ауры или над человеком, то у такого человека появляется что-либо. И я определил, что существует целый ряд вот таких символов. После того, когда, я их назвал, вы знаете эти символы, одни называются она Саншайн Кокон, это там 60 или 70 символов я дал. Есть временные символы, которые могут зажигаться и гаснуть. Есть постоянные символы, с которыми ребенок рождается и живет на протяжении всей жизни. И в случае, если у человека есть такие символы, то они могут привести человека, и вот у одних людей там, к очень хорошей судьбе. Какая очень хорошая судьба? Хорошая судьба является та судьба, в ходе которой человек при своей смерти получил полное удовлетворение своей жизнью. То есть он вспоминает свою жизнь, говорит, ой, какая у меня была хорошая судьба. Но для человека, который живет, он говорит, почему у меня судьба нехорошая? Но если тебя сравнить с кем-либо, то окажется, что судьба хорошая. А еще один может ощущать, что у него судьба хорошая, другой не может. А еще одному хорошая судьба радостно проснуться и в обниманиях заснуть, для другого хорошая судьба спать на деньгах, для третьего спать в обнимку с любимой женой или любимым мужем, с кучей детей. А у кого-то там достаточно собаки в ногах. То есть у каждого она своя, персональная. И мы очень часто стремимся как раз к счастью в нашей судьбе. И вот это счастье в нашей судьбе, это один символ. Там материальное благополучие, другой символ. Но материальное благополучие для одних это вечное стремление, для других пассивное получание. И вот таким образом я создал эти символы. Когда я создал эти символы и опубликовал, то решил сделать из этих символов талисманы. Эти талисманы грубо можно одеть на себя в виде браслета или подвеса или еще чего-либо и носить на себе. И талисманы такие, они очень эффективно работают. Особенно если они сделаны из золота. Они работают мягко, но когда человек проходит какое-то время и снимает талисман, то он начинает ощущать, как все-таки этот талисман на него воздействовал. А пока он его носит долгое время, то он никак не ощущает. Но стоит его одеть и носить и со временем снять, то буквально за один-два дня человек начинает понимать, как же все-таки эти талисманы действуют. На что действуют? Они могут изменять характер человеку, они могут изменить привычки, качества определенные. Допустим, человек подолгу не мог остановиться и ругался с кем-то. Такое качество может уйти. То есть это качество мешает человеку быть счастливым. Почему? Потому что ряда людей обращают на это внимание. Или наоборот, человек имеет мимику такую, при которой всем окружающим кажется, что он простофили, и его нужно обманывать. Одевая определенные талисманы, человек вдруг меняется, и у него изменяется лицо. При этом лицо как бы внешне не изменяется, но вот именно то, наверное, та мимическая, то восприятие мимики, которое было, оно изменяется, и человека по-другому начинают воспринимать. Но вот так это все устроено. Поэтому вот так это все действует. Алексей Босевской. Здравствуйте, здравствуйте. Почему не могу заставить что-то делать в свободное время? Учить английский, проходить СНГ. Как будто лень одолевает, потом ругаю себя. Вся эта система связана с тем, что человеку обязательно необходимо ради чего-то или ради кого-то делать. Одна из задач — это найти в себе желание получить от жизни что-то глобальное. Или делать это для кого-то. Или третье — просто рассердиться. Когда человек ничего не хочет и ни к чему не стремится, то это говорит о том, что он чрезвычайно, первое, переполнен. Чем переполнен? Смотрите, зачем вам еще какая-то информация, если у вас уже достаточно большая информация? Второе. У человека карма очень мощная, которая передалась от родителей, которая не дает ему измениться. Вот смотрите, что обозначает быть человеком. Человек и события в жизни человека исключительно связаны с той информацией, которая есть в нем. Той информацией, которая есть в нем. То есть в вас есть большое количество информации, вы ее постоянно получаете или дополняете, и за счет этого с вами что-то происходит. И первое. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что чакры — это не только входные отверстия, еще и выходные. Помните, я говорил, система ХОЧЕ. И говоря об этом, я знал, о чем я говорю. Очень часто, когда человек хочет что-то получить или хочет как-то получить информацию, то он должен опустошить. Почему? Потому что там так много всего. Или опустошить. Что опустошить? Знать, что ему необходимо дополнительное место, куда это должно все вкладываться. Для изучения английского языка необходимо опустошить сознание. Для изучения или практик каких-то необходимо опустошить сердце. А там заполнено все чем-то. Обидами, переживаниями, отсутствием мотивации, руки опускаются и так далее. И что необходимо делать? Самый простой способ — это использовать первые методы, которые я называю методами огня. То есть один раз в неделю и один раз в месяц представлять, будто у вас в груди что-то находится на уровне груди или на уровне сознания в виде сосулек, которые растут сверху вниз, сверху вниз. Сидя перед огнем, вы представляете, будто берете эти сосульки, отламываете и бросаете их в огонь. Из головы отламываете и бросаете, из живота отламываете и бросаете в огонь. После этого представляете, будто то место, которое у вас находится в животе, в груди или в голове, наполняете таким огнем. Конец. Это очень опустошает данный сосуд. Но это не все. После этого можно производить цирьям пуджу. Каким образом? Мысленно представлять, будто вы этим огнем еще и умываетесь. Помните, я об этом тоже ранее рассказывал. И читайте какую-нибудь мантру, которая может помочь избавиться от тяжелой кармы. Допустим, это мантра Вот такую мантру можно читать или любую другую. Еще очень часто мотив или очень часто какая-нибудь мега-мета сумасшедшая задача, она может заставить человека включить энергию в своей жизни. Как строится задача и как человек ее может поставить себе. Сядьте, расслабьтесь, мысленно подумайте о том, что бы вы хотели в жизни больше всего на земле, больше всего на свете. Какую-нибудь сумасшедшую амбицию. Но не просто квартира, машина, жена. А там, как бы вы себя чувствовали, если бы вы были там мега-богаты. Или как бы чувствовали, если бы вы там миром управляли. Как бы вы чувствовали, если бы это происходило. Обязательно такую задачу поставьте себе, что, ага-га, я хочу зарабатывать каждый месяц там, не знаю, 10, 30, 50, 100 тысяч долларов. После этого посмейтесь, ага-га-га-га-га. И эту задачу, как я говорил, запрограммируйте одним словом, которое может быть абракадаброй. Вот если утром брать четкий и это слово абракадабру повторять 108 раз, то целый день у вас будет сумасшедшая энергия на то, чтобы чего-то в жизни делать. Будет все время вас что-то толкать, толкать. Кстати, повышенное давление у человека есть не что иное, как нежелание реализовывать свою преднамеренно поставленную задачу или преднамеренно поставленную программу. Вот почему очень часто людям, которые очень мечтают, очень много хотят, там целеустремленно к чему-то стремятся, у них может подниматься давление. Что необходимо делать? Переизбыток мечты растягивает человека. Когда человека энергетически растягивает, то его сердце сжимается, как бы сохраняя вот эту энергетическую материю. А что сделать, чтобы этого не происходило? Необходимо, это очень простой метод, утром сесть и сказать себе, я поклоняюсь, я поклоняюсь Богу настоящего, плотному Богу, и сказать, я вижу стены, я вижу себя, я плотно воспринимаю каждый участок того, что я вижу. Такое совсем несложное упражнение, если делать его ежедневно, если концентрироваться на плотности, хотя бы одну, две, три, там пять минут, то это уберет давление. Второй вариант. Мысленно, когда у вас появляется давление, представляете, будто в вашей груди находится что-то твердое и большое, отламывайте его и выбрасывайте. Правда. Отламывайте и выбрасывайте. Сосульки отламывайте и выбрасывайте. Добрый день, может быть вы посоветуете заказ? Можете? Для следующий год, для Литвы, может все стабилизируется? Нет, не очень хорошо. Точно так же, но в отличие от других европейских стран, в Литве будет не улучшаться состояние. Будет аж до, наверное, следующего года вот так. Поэтому извините. Вы хотите правду или как всегда? Витаю с первым вебинаром. Дякую, Игорь Лакутин. Пишет вам ученик первой обновленной ступени и участник РТЕ. Участник марафона. Сегодня свершилось то самое, что вы говорили, что я сдам успешное. Поздравляю, молодец! Что я сдам успешный экзамен, которого ждал 4 года. Для меня это один из самых радостных дней в моей жизни. Это еще одна ступень в моей жизни. И с помощью ваших методов в Кайлас моя жизнь превращается. Я вас искренне, от всей души, Игорь Лакутин, поздравляю. Пусть ваши мечты и реализация решаются и реализуются. Эта жизнь, знаете, она всегда динамична. Что-то происходит, что-то изменяется. Самое важное, на что необходимо обращать внимание, это жизнь вашей, ваших близких. Берегите ее и берегите близких. Получится ли сохранить свой ипотечный дом? Как выбраться из кредитов? Гоу на первую ступень. Что вы мне здесь пишете? Что я должен сказать? Идите на первую ступень, там все рассказывать. Там все методы. Валентина Матвиенко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. С Новым годом хочу спросить. Я не смогла участвовать в программировании. Этот год Меркурия или Урана? Я не считаю этот год ни годом Меркурия, ни годом Урана. Я считаю этот год, или я его рассчитываю совершенно по другой системе. Я считаю, что полгода они будут годом Шани, а следующие полгода годом Шивы. Шани заставляет, Шани заставит всех рассчитаться за бездуховность. А Шива заставит всех быть духовными. Они идут друг за другом. Полгода это страдания тем людям, которые опустились, или которые очень злобные и так далее. Это все ведение к дуальности, вернее к устранению дуальности человеческой. То есть человек должен прийти во время вот такого транзита к пониманию того, что как бы не было плохо или хорошо, ему хоть немножечко, но все равно. Как бы не было плохо или хорошо, все равно должен склоняться, что да, может быть и плохо, может быть и хорошо, но мне все-таки все равно. Когда начал изучать эзотерику, не знал, что может быть такое чудо. Поправил здоровье, появилось материальное благополучие. Да. Пора это, как вести себе, коли починается тревога. Чуть и выбух, и страх давать. Молюсь, постой и больше раз читаю молитвы, пока идут обстрелы. Если вам это помогает, то продолжайте это делать, любовь. Продолжайте, конечно. Если вам молитва помогает, складывайте руки и молитесь. Нужно быть учеником моей школы для того, чтобы получать от меня такой совет. Переходите, она же бесплатно выложена прямо в YouTube. Пройдите ее, там тысячи советов. Как быстро успокаивать, какие слова говорить. Ну, вам вот здесь нужно рады-то. Лин, здравствуйте, Андрей Андреевич, с Новым годом. Что сделать, чтобы найти свою настоящую любовь? Убрать страхи перед мужчинами? Спасибо большое. В тот момент, когда вы думаете о страхах перед мужчинами, мысленно представьте, будто где-то у вас есть зажим. Представьте такой зажим. Мысленно возьмите и сделайте из него сосульку или еще что-то. Отломайте и выбросьте из себя. Это очень эффективно работает. Это нахождение внутреннего паттерна, который мешает вам. Обнаружение его, обведение его и выбрасывание. Помните, я об этом рассказывал на ступенях у себя. Сосульки, дальше обвести себя, там, обвести места, которые приводят тревоги, и выбросать в виде медуз. Что это такое? Многие люди, которые начинают заниматься ясновидением, развивают у себя ясновидение, в дальнейшем чуть-чуть шокированы тем, что существует второй альтернативный мир, в котором мы очень часто находимся. Когда человек начинает... Нет, я не говорю о шизофрении, не говорю о галлюцинациях, которые иногда могут появляться у человека. Я говорю о увеличении психической энергии и в ходе своего пожелания возможность просматривать других людей или возможность просматривать этот мир или ситуации через определенные новые виды зрения, которые называют там четвертым зрением, допустим. Да, много есть людей, которые могут сказать, там, это существует, это не существует. Мне это все равно, знаете. Мне все равно, потому что я этим пользуюсь, и мне в моей жизни это очень помогло. Очень помогает при этом справиться, там, с чем хочешь. Ну и вот такие нюансы. Когда... Что это за еще один мир такой, который находится вокруг нас? Это мир, в котором находятся элементали. И это определенные, формирующиеся в пространстве, самые настоящие живые существа, которых мы не видим, но которые имеют место быть. Допустим, в случае, если у мужчины появляется максимальная сексуальная... Или у женщины появляется максимальная сексуальная озабоченность, и он ничего не может с этим сделать, то такая элементаль, она в виде ракушки цепляется ему за лицо. Вот таким образом. При этом человек думает об этом, а сама вот эта элементаль, она начинает в этом месте качать. В случае, если у человека безденежья, может за печень кусать, там, другой формы. Если человек алкоголик, на нем, или там наркоман, на нем пятна такие появляются, как будто это прозрачные, такие красивые капли смолы, вот я часто говорю. Есть очень хорошие методы, которые применяются в эзотерике. Я хочу еще раз о них сказать. Это методы обмывания себя огнем. Помните, я об этом говорил. Они помогают вот такие элементали убрать. То есть, в случае, если у вас беспокойство, нервные состояния, там, еще что-либо, зажигаете перед собой свечу, и мысль наберете, и вот таким огнем обмываете себя. Понятно. А страхи перед мужчинами, так это пусть они вас боятся, а не вы их. Андрей Андреевич, доброго вечера. Подскажите, что мне делать? Знающие люди сказали, что у моего сына вселился демон. Как его изгнать? Сына зовут Богдан. Нет, скорее всего, это не демон вселился в вашего сына, а у него есть заболевание, которое называется психическое или психиатрическое. Как определить, вселился демон или нет? Определить, вселился демон или нет, возможно, после постановки психиатрического диагноза. Если психиатрический диагноз поставлен, и после этого лечения человек проходит и человеку легко и лучше, то таким образом демон исчезает. В случае, если человека год или годами лечат, но ничего не помогает, тогда демон. Вот говорю это серьезно. Если годами ничего не помогает, но только так человек принимает данные препараты, ему легче становится, или принимает данные препараты, но улучшения нет, вот тогда можно рассказывать о демонах. Кто вообще навязывает идею демонов? Почему это происходит? Мы все помним эти истории о том, как выйди демон, после этого в свинью, а свинья упала там и так далее. Это Иисус Христос такое делал. При этом говорил, что магией нельзя заниматься. Я так понял, это и было магией. И магией нельзя заниматься, но при этом хлеба превращались в тысячу хлебов, а вода превращалась в вина, знаете. Но при этом это было не магией, я понял. И предсказывать будущее тоже плохо, при этом тоже там одним словом как-то так, не очень понятно. Ну что ж, вернемся как бы к теме. В случае, если у человека есть демон, то демон должен вселяться в человека и говорить словами демона. То есть человек может говорить прямо, я демон, мое имя, такое-то, такое-то. Вот тогда демон идентифицируется. В случае, если... Как вообще это происходит? Демоны нижнего класса, они вселяясь в человека или вселяясь в ребенка, заставляют его молчать. Потому что такие демоны, они обычно связаны с животными или полуразумными животными. Такие дети очень часто кусаются, ведут себя агрессивно. Они безумны. У меня было такое когда-то... Я был в Николаевской области, проводил обряд с одним ребенком, очень маленьким. И ребенок там до 7 лет, он не разговаривал. И вот я читаю мантру, чаги-мохи, ги-мохи, этих-эти-харапаца там и так далее. И в этот момент ребенок, он там игрался, он вскакивает, подбегает, начинает матом на меня ругаться и укусил меня за ногу и вырвал мне кусок кожи. Представляете? Так укусил. И я был в одежде, это была зима, и прям синяк такой был с кровоподтеками, очень ругался матом. Мама его думала, что я его там... Я начал как бы его чуть-чуть отталкивать от себя, потому что ребенок достаточно крупный был. А мама начала нервничать, думала, что я обижаю ребенка. Как-то так нелепо вышло. Но после этого этот ребенок начал разговаривать, правда, от третьего лица. Говорит, его Данил зовут там, или Максим, я уже не помню. Он говорит, как дела, Данил? Он говорит, Данил идет в школу. То есть он... Вот в нем был демон такой. Есть ли такое? Да, такое есть. Да, и такое тоже бывает. Да, и это тоже присутствует в мире людей, знаете. Можно ли каким-либо образом это все устранять? На устранение этого всего уходит очень много времени. И обычно вот такие люди, как я, они не хотят этим заниматься, потому что это очень много времени и неинтересно. Получается, заработать на этом невозможно, а кормить детей необходимо, знаете, есть другие варианты заработка, знаете, пусть тот занимается, кто умеет это делать хорошо. Так что можно ли изгнать? Если есть люди, которые говорят вселился, то пусть они изгонят, раз они знают, что он вселился. Зоя Яценко. Здравствуйте, Липома под мышками. Операция меня не радует. Спасибо. За что спасибо? А что вы хотите? Вас не радует Липома? Она никого не радует. Видимо, вы хотите, чтобы я додумался, что вы хотите, чтобы вам рассказал, как безоперационно и так далее. Берется веник березовый, человек лупасит себя веником березовым по рукам, по ногам и так далее, в бане. И после этого говорит, за то, что руки брали, вот так, за то, что руки не брали, за то, что отца не любил, после этого сзади со злостью, обычно другой человек, по попе, за то, что наказывают, как будто человека, вот так веником. И после этого говорят, пусть все плохое уйдет, пусть все Липомы исчезнут, после этого этот веник сушат и сжигают. Как вы это будете делать? Здрасте. Будет ли все хорошо в нашей семье? Да. Будет. Хоть со малыша, но супруга уже стоит ли? Стоит пробовать? Если у меня путь пророка, я понятия не имею, что это и как возможно избавиться от этого пути, вы ошибаетесь. Путь пророка, что это? Кто вам сказал? Вот пусть тот, кто вам сказал, даст свои рекомендации. Знаете, я так часто вижу людей, которые куда-то ходят, им там что-то рассказывает, путь пророка, путь еще кого-то, путь еще, путь ламы и так далее. Люди потом становятся озабоченными на этом, они не понимают, что им делать. Я часто говорю эти слова, слушайте, если вам кто-то это говорит, то пусть сразу и говорит, каким образом это все реализовать. Вот сказал вам человек, путь пророка у тебя, так надо ему сказать, что я должен пророчить, как мне это, раз ты это знаешь, рассказывай. Что такое? Я при чем? Я маленький человек, слушайте. Вот кто сказал, пусть объяснит. Пишите книги, раз вы пророк. Пророчите, значит. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спасибо за программирование. Пожалуйста. Подскажите, что Беларусь ждет. Ответил. Все хорошо будет в Беларуси, не переживать. Не все так плохо. Спасибо большое, Андрей Андреевич, за ваш подарок, семинар избавления от зла. Пожалуйста. Доброго вечера, шановный учитель. Необходимо представлять вот что. Необходимо представлять, будто вы начинаете дуть, а вокруг вас появляется растягивание вашего тела. Как бы представляете, будто растягивается из ушей пар, из головы пар, и вы становитесь как можно белее. Также можно внутри своего тела себя заполнять ярким белым светом. Смотрите, черный цвет снижает давление, если представлять все внутри себя черным. Белый цвет повышает давление. Очень нравится мне гинкобилоба. Вот гинкобилоба очень поднимает давление. Таурин поднимает давление. Елена Ларченко. Андрей Андреевич, вы сегодня красиво одеты. Спасибо. Обожаю клещи-то еще и в таком цвете. Супер. Спасибо. В сочетании с красной футболкой. Это моя жена. Она мой дизайнер, и она подбирает для меня одежду. Спасибо ей большое. Наталья, пожалуйста, если слышишь, видишь, чувствуешь это яснознание, пожалуйста, что такое яснознание? Яснознание – это чрезвычайно широко развитая интуиция. Она настолько развита, что приходит событие само по себе, и ты понимаешь, что оно будет. То есть человек говорит так, да ты выйдешь замуж, и потом человек выходит замуж. Это сработало, и так повторяется многократно. Вот это называется яснознание. Яснознание очень несложно. Кто были такие люди, которые обладали чрезвычайно развитым яснознанием? Один из самых, наверное, чрезвычайно таких удивительных йогинов, которые были, у которых было очень развитое сознание, был Тензин Накццоаримпоче. Тензин Накццоаримпоче, он говорил, я ничего не вижу, я ничего, но он запросто предсказывал события. То есть он их не видел, он их никак не чувствовал, он их просто предсказывал. Он говорил, и это все свершалось. Поэтому он старался вести себя молчаливо, и там никому ничего не предсказывал. Как развиваются такие чувства, или как развивается такое яснознание? Ну, я вам могу сказать словами Тензина Накццоаримпоче. Он сказал, что я свое яснознание, я его развил при помощи мантры Ом Гатэ Гатэ Пара Гатэ Пара Сан Гатэ Бодхи Соха. То есть, да, действительно, если человек читает данную мантру Ом Гатэ Гатэ Пара Гатэ Пара Сан Гатэ Бодхи Соха, то он развивает яснознание. Это мантра мудрости, яснознание, любимая мантра, вот как раз Тензина Накццоаримпоче. Также хочу сказать, что, да, действительно, как это все происходит. Вот едете на автобусе, и спереди, там, впереди на дороге пробка. И до этого вы ехали в автобусе, и была впереди пробка, и ничего вы не придумали. А так вы едете в автобусе, и у вас сразу же появляется, о, впереди сейчас пробка будет. Остановились пробки. Или идете куда-то, говорите, там магазин, наверное, закрыт. Пришли, да, магазин закрыт. Или, а, у меня одежда, это там, не постирана. Она не постирана. А чем отличается от интуиции? Яснознание, яснознание, это больше определенное качество, когда сто процентов сказал и уверен. А интуиция, как бы гипотетически предположил, наверное, вот так будет. То есть, это отличается. Еще яснознание, это четкое понимание ответа. Там четкое понимание ответа, там, изменяет или не изменяет. Четко, может человек сказать, там, изменяет. А интуиция, это когда кажется, как бы, знаете, но еще не факт. Интуиция, как развивается? Интуиция развивается через мантру, как яснознание еще развить? Есть такая мантра Я-У-Я, Я-У-Я. У-Я, У-Я, У-Я-И. А, вот так. У-Я, У-Я, У-Я-И. Я-У-У-Я. Как-то так. Я-У-И. Или А-НИМ А-ХОМ. А-НИМ А-ХОМ еще. Так и интуиция и сознание. Или ГАТА, ГАТА, ПАРГАТА, ПАРСАНГАТА, БОТХИСОХА. Сановный пан Андрей Андревич, витаю вас через три тижня після проходження СНГАЯ Міси Летісто. Мене вдарило в ліву руку електричным струмом. Це було якось позвязано. Дякую. Смотрите, когда вы проходите СНГАЯ три недели назад и спустя три недели что-то произошло, то это никак не связано ни с чем. Вообще, я хочу вам сказать, что недостаточно пройти один раз СНГАЯ. Для того, чтобы СНГАЯ подействовало, необходимо его проходить месяц и тогда что-то будет происходить. Почему мы попадаем в какие-то вот такие нюансы? Дело в том, что если разобраться в психо, наверное, когнитивных таких состояниях человека, почему с ним что-либо происходит, ведь он ничего плохого не делал, то оно, как правило, связано с тем, что человек очень разочаровывается и очень обижается и прям так обижается, что прямо разочарование, обида такая, что прям жить не хочется. Это может одну секунду действовать, но это одна секунда подействует так, что его либо там по голове ударит, либо током ударит, либо на машине. Почему? Вы хотели, говорите, да блин, а это воспринимается как программа сокращения жизни. То есть это выглядит так. Ой, как же меня разочаровало, меня так разочаровало, лучше бы я сдох или лучше бы я вообще не жил, лучше бы я вот этот период вообще не видел, как будто меня не было. Эх, вообще. И вот этот вот период, он может быть такой экзальтированный, очень мощный, энергетический, прямо ненависть такая смешанная с разочарованием сумасшедшим, с чем угодно может быть связано, может в кино это быть. Вы смотрите, но там наша энергетическая структура вся и восприятие нашей матрицы жизни, нашей жизни, она как зеркало, в ней отражаются те события чувств, которые возникают. И могло это чувство, которое у вас возникало, оно могло отразиться. То есть, ай, как же я разочаровалась, вот так вот. И там могли в ком угодно разочароваться, в политике, в каком-нибудь там, в чем угодно. И это вот в дальнейшем могло вот так повлиять. Поэтому вы не там ищите. Вообще не там. Вообще. Спасибо за семинар программирования. Это один из лучших семинаров. Четкое понимание, что все будет хорошо. Спасибо большое. Первого декабря у меня день рождения, а за неделю до него на улице нашла золотое кольцо. Удивилась тому, что оно подошло как раз на безымянный палец. Можно носить? Можно. Здрасте. Моя личная жизнь не складывается. Куда мне поехать? Не складывается в Турции. Может, не моя страна и нужно ли мне куда-то поехать? Да, вы действительно в Турции замуж не выйдете. Но запросто выйдете, если вернетесь в то место, откуда вы родом. Только ж вы не хотите. Ирина Цайн. Здравствуйте. Отдыхаю от эзотерики три недели. Чувствую себя классно. Настроение шикарное. Деньги идут. Перебор был конкретный с ней. Теперь не знаю, как начать. Да, я вам об этом ранее говорил, что в случае, если человек очень сильно пихает в себя энергию, то в дальнейшем ему необходима реализация. Потому что такой получается, как шар надутый, и ничего не происходит. Может лопнуть, кстати. Когда вот все плохо, все плохо, а потом как лопнет и засыпет со всех сторон. Но это уже такой другой формат. Это переход на новый уровень. Такое было с моими некоторыми учениками, когда работало там плохо, плохо. Вот одна из ситуаций была, это когда, недавно ситуация была, когда работала у мужа всю жизнь за границей, не получалось, денег нет, он во всем там ничего не дает. И там такой бизнес, и такой бизнес. И потом денег нет у них, там у него там прошлые семьи, ничего не получается. Она вот занималась эзотерикой очень долго, ни на что не обращала внимания. Казалось, что все идет прямо в дно. И муж умирает, перед смертью отписывает имущество, перед смертью отписывает ей доходы. Оказывается, что у него там собрана куча денег, и дети не хотят эти деньги. И там еще остаются какие-то у него сбережения. И она вот с огромным количеством денег и говорит, боже, мир весь изменился. И там все попродавала, и бизнес, и так далее. Начал вкладывать, и мега-мега хорошо. Почему? Из одного вырвалось другое. Такое было у меня с женщиной одной. Дома сидит, работы нет, все очень плохо, муж бросил, и так далее. Вот год занималась, и ой, у меня еще хуже, меня вообще никто не берет, на меня никто не смотрит, и так далее. После этого за просто невероятного мужчину, нечаянно возле, не знаю, где она там с ним познакомилась, и квартиру купил, машину купил, потом сейчас война началась, забрал к себе, сейчас живут где-то чуть ли не в Монако. Вы понимаете? Это как насосом качать. Но кто-то насосом не докачивает, не может, времени не хватает, хочется уже. Тогда лучше прекратить. Если прекратить, то тогда оно начинает само по себе все, вот, что вы начитали, там, наколдовали, все начинает с вами происходить. Поскажите, как вернуть или возобновить репродуктивную функцию для женщины, если ранее угасание ее? Хороший препарат у меня есть в компании, один называется Кару Нэш, а другой Киндскит. Можете перейти и начать их принимать. Хороший препарат, серьезный. Григиля Исмайлова. Доктор, добрый вечер, у нас в Баку 9 часов, где купить ваши препараты у нас в Баку? Я слушаю ваши советы, а купить не могу, заранее спасибо. Вот здесь вот есть сайт, и здесь вот есть перечень. Либо свяжитесь с кем-нибудь, либо с оператором любым свяжитесь. Это же не сложно сделать. Позвоните по любому номеру телефон, скажите, мне нужен сайт, где купить ваши препараты. Что ж так сложно, ну, что ж вы так сложно не умеете пользоваться? Вот номер телефона, 8-94-711-17-24. Звоните туда, и вам тут же ответит оператор, говорит ей, скажи мне, где купить? И тут же вам скажет. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица шестой ступени. Спасибо за ваши знания, огонь в сердце. Скажите, когда я выйду замуж за любимого? А, пожалуй, в этом году и выйдете уже. Все хорошо будет в вашей жизни, не переживайте. Вы красивая, молодая. Я понимаю, что там жизнь заканчивается, и, знаете, жизнь заканчивается, и все, уже никто не смотрит, никто не берет и так далее. Очень хороший есть семинар, очень хорошие были рекомендации по данному семинару, который назывался «Быстрое замужество», особенно вторая часть, 2022 или 2023 года. Там очень хорошие методы и техники. Вот если его практиковать, замуж выходят люди, 100%. Мужчина ищет в женщине что? Мужчина в женщине видит только сексуального партнера. Поэтому, как преподнести свою сексуальность, это должно быть одной из самых главных забот, которые должна женщина ставить на первое место. Не ум, ничего, а именно сексуальность. Каким образом проявляется сексуальность? Посмотрите на картинки, которые смотрят мужчины. Это наличие красивых волос, это наличие накрашенных глаз, это наличие, может быть, гладкой кожи, это наличие красивых ногтей, это желание женщины видеть в мужчину, в мужчине-партнера. Вот если женщина видит в мужчине партнера, что очень сложно, сексуального при этом, то тогда легко выйти замуж. Если она еще и может одновременно и партнера видеть, и сына в нем, то есть это проявляется еще и в заботе, еще и восхищается в нем, то тогда гарантия такая, стопроцентная. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что уже на нашем сайте я выложу в скором времени ссылку на обновленную, вторую ступень эзотерической школы Кайлас 2024 года. и можно будет пройти обновленную ступень уже очень скоро. На работе, как ни стараюсь, не увеличивать зарплату. В чем моя ошибка? Ваша ошибка в том, что вы на кого-то работаете. Никогда ничего не бойтесь вообще. Пробуйте предпринимать, никогда ни на кого не работайте, старайтесь максимально не заботиться о работе на кого-то. Старайтесь максимально. Почему? Потому что для вас эксплуатируют. Трудовой пролетариат, эксплуатируемый буржуазным и капиталистическим обществе. И он разве заинтересован платить больше? В какой вдруг стать? Вот смотрите, как все устроено. Вы есть на какой-то должности и таких же людей, как вы, несложно сейчас нанять. Вот мне как-то девушка одна говорит, Андрей Андреевич, я у вас зарабатываю там столько-то, столько-то денег. Я говорю, да, а я хочу больше. Я говорю, смотрите, не так, не девушка, мужчина. Значит, мужчина был там взрослый, я его взял на работу. И мужчина говорит, Андрей Андреевич, я у вас работаю два года и хочу, хочу, чтобы вы мне подняли зарплату. Я говорю, сколько вам лет? Столько. Я говорю, вы знаете, что вам очень сложно будет найти работу, если я вас уволю? Он говорит, ну, это сто процентов. Я говорю, у вас сложная работа, несложная. Скажите, вам нравится ваша работа? Нравится. Вы ее хорошо выполняете, да. Смотрите, если я вас уволю, вы не найдете работу, такую с такой зарплатой. А если я вас уволю, то вы не найдете, но я на ваше место запросто найду. Причем моложе и лучше, потому что это неквалифицированная работа, потому что здесь за эту работу, на эту работу стоит очередь длиной там 10 километров. Поэтому, если я вас уволю, я не замечу, я такого же найду. А если, ну, вот как-то так, есть ли в этом выход? Конечно, ничего не бойтесь в жизни, придумывайте свой бизнес. Одна женщина мне сегодня написала, спасибо, кстати, вам большое, она написала, прошла 6 ступеней, прошла 3 семинара, купила эзотерическое целительство, две части, пробовала даже там проходить их и так далее. И очень боялась, начала смотреть, где я все время говорю, работайте на себя, работайте на себя. и она начала заниматься, изучила тему сыроделания и начала заниматься производством сыра в домашних условиях. Это когда молочко, берешь уксус, льешь по чуть-чуть, мешаешь, у тебя получается сыр. Я, сын, я из семьи родителей, где мама все время что-то делала для базара. Все время. То есть, хоть это было и советское время, у нас там была коровка на молочко, это из творога там один сыр, творожок и сметанку на сепараторе и так далее. И там уксус добавляла, и пепсин добавляла, и брынзочку, и еще что-то. У нее было там 10-12 видов вот этих всех сыров. А нас было семеро детей. Так вот, мы всегда были в достатке. Почему? И автомобиль у отца был, и у мамы было 70 рублей зарплата, у отца было 120 рублей зарплата. Но у нас всегда были деньги, потому что мама постоянно делала, потому что она там только суббота-воскресенье, она за неделю делала и нас заставляла, собирала это все и вывозила на базар с отцом. Потом приезжала, откладывали, всех обучали, у всех были деньги. А были у нас соседи, у которых тоже была корова, у них был один ребенок, и она все время приходила к моей маме, у которой было семеро детей, и деньги занимала. Скажите, почему? Между ними было отличие. Моя мама, она была бесстрашный человек. Она не боялась. Она сделала, собралась и поехала. И вот так вот, знаете, там осень была, детей заставляла, там орехи собрали, поехали и продали. А потом орехи собрали, насушили, там пожарили, раскололи, и вся семья сидела, колола и так далее. И всегда были с деньгами, знаете, и с мясом, и с деньгами. Почему? Особенность такая, кто хотел, тот обучался и мог найти применение. Жизнь так устроена. Для того, чтобы что-то делать, надо просто что-то захотеть. Сейчас такое большое количество предложений и обучений, там их миллионы, миллиарды. Но человек не хочет. Он говорит, мне страшно, я боюсь, что страшно. Молочко сделайте, попробуйте его на рынке продать. Светлана Рыхтык, благодаря вашим знаниям имею маленькое дело, хочу перейти с этим же товаром в другое место. Скажите, получится? Получится на старом и на старом получится, и если на новое перейдете, то тоже получится. Все нормально. Наталья справедливая. А, здравствуйте, Наташечка. Андрей Андреевич, что не так делаю? Сделала ремонт в офисе и работы просто нет, живой онлайн только. А так хочется живого общения, практики, я радостно танцую, и никак. Вся проблема сейчас, вы же понимаете, ну, найти проблему, это не вариант, правильно? Вся проблема в том, что сейчас люди не хотят в офисы. Никто не хочет ни в какие офисы, никуда. Все товары где-то кто-то делает, пробует продавать, все офисы позакрывались, офисные центры пустые, они же настроили офисные центры по 20-30 этажей в Киеве. У меня есть знакомый, его неважно, как зовут он, Степан, и у него офисный центр, там, в центре города Киева. До войны он был заполнен на 90%, сейчас он освобожден на 70%, и при этом бесплатно, и так далее, заезжать никто не хочет. Почему? Как склад используют. Снимают офис, кладут туда там что-то и сами уезжают куда-то. И говорит, вот это да, вот это да. Говорит, раньше парковаться негде было, сейчас парковка пустая. С чем это связано? Это связано с тем, что мир меняется в офис. Но дело в том, что это тоже такой есть нюанс, знаете, людям нравится и общение, и частное общение. Я думаю, что здесь скорее всего связано еще и с маркетингом. Я думаю, что необходимо вести маркетинг каким образом? Смотрите, собирается таргетированная аудитория, она собирается вот так. Берете, вообще, как делается бизнес, наверное, уже рассказывал, еще раз расскажу. Делайте группу в Facebook, старайтесь в эту группу добавлять людей, которые только из Украины или только из Киева, которые связаны с тем, что там занимаются эзотерикой и так далее. В этой группе самое простое это публикация шортсов. Вот эти шортсы, или как они там по-другому называются, они могут быть еще и продвигаемыми. То есть, берете, выбираете таргетированную аудиторию, берете там доллар 2, 5, 10 долларов в неделю или в месяц и пытаетесь взять аудиторию, которая по вашим каким-то интересам, то есть, там интерес, там та деятельность, которой вы занимаетесь, делаете такое мини-видео, оно в вашу группу направляет людей. При этом вы постоянно в этой группе делаете два видео по 1-3 минуты, обращаетесь к ним, говорите им что-то, советуете, они это все листают и так далее. Таким образом, при этом везде говорите, что я приглашаю свой офис, приглашаю на встречу, приглашаю, приходите, давайте встретимся и так далее. Везде пишите телефон, звонит вам человек, сразу же говорите, да, да, я встречаюсь, согласна встретиться, вот давайте вот так. Вот так, то есть, еще, можно делать, там, презентации какие-то, говорится, в офисе я проведу презентацию, всем своим знакомым отправить, я в офисе буду презентацию, от меня получите подарок в виде, там, бесплатной консультации или, там, бесплатной трех консультаций, либо еще что-то. Ну, вот так это все, вот так и делается. Алина Лач. Здравствуйте, стоит ли мне переезжать в Испанию? Нет. У меня ощущение, что отключаюсь от школы. Нет, ерунда. Какое-то волнение, не могу, стоит ли меня сейчас страну? Думаю, нет. Посоветуйте, что мне практиковать сейчас? Жилье разбито, как жить не знаю, я ваша ученица, в голову ничего не идет. Надо, как можно больше друзей найти. Серьезно, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Всегда ищите друзей, ставьте это на первое место. Как можно больше друзей, как можно, где угодно. На улице знакомьтесь, там с кем угодно общайтесь. Чем больше друзей у вас будет, тем легче реализуйте и новое жилье, и новые возможности, и новые деньги, и так далее. Все это получится. Искренне, от чистой души я хочу поздравить вас всех с наступившим Новым Годом. Пусть в этом году будет у вас и счастье, и радость, и любовь. Берегите близких, всегда помните, что здесь, в нашей груди, зарождаются наши чувства, и эти чувства, несмотря ни на что, они способны изменить этот мир. Пусть там будет много теплых чувств, пусть будут чувства радости, тепла. Обнимайте близких, заботьтесь о них, заботьтесь о себе, старайтесь побольше отдыхать. Утром не вскакивайте, не хватайте за телефон. Помните, что вот эти 3-5 минут, когда вы утром просыпаетесь, с закрытыми глазами полежите и попроизносите себе, как мне хорошо, как я счастлива, как я счастлива, что я проснулась, как же мне приятно. Не нужно не благодарить никого, ничего. Почему не нужно благодарить? Когда человек получил благо, он должен благодарить, если он ощущает его, как событие. Когда люди говорят тут, слава Богу, слава Богу, вы не понимаете, славить надо за то, что вы получили, и то, что вы получили, вас восхитило. Вот если бы вас восхитило что-то, тогда говорить, слава Богу, ура, я ощущаю и славлю его, своего любимого Бога. А когда человек, та слава Богу, та слава Богу, а это еще что такое? За что? За то, что ничего не происходит? Спасибо. Пожалуйста. Я с детьми и мамой в Канаде. Получится в этом году оформить документы? Да. Подскажите, как вы видите события этого года? В начале видео сказал. Сейчас нахожусь в Польше. На Украине стоит пустая квартира. Стоит ли ее продать? Нет. В дальнейшем переедете обратно в Украину. Не захотите жить в Польше. Я желаю вам счастья. До свидания.